Светлый вечер на Радио Вера. Здравствуйте, дорогие слушатели. Здесь в этой студии Алла Митрофанова, Алексей Пичугин. И сегодня мы пообщаемся в течение этого часа с Юрием Рязановым, известным российским бизнесменом, совладельцем завода Ростельмаш. Напомню, что это крупнейшее в России предприятие, которое производит сельскохозяйственную технику. Юрий Рязанов также продюсер, поэт. Здравствуйте, Юрий Викторович. Здравствуйте, Алла, Алексей. Очень приятно. Вот мы, когда вас сейчас так представляли, через запятую назвали довольно большое количество ваших... Регалий. Регалий, да. А вы сами себя в первую очередь кем ощущаете? Вы предприниматель, и продюсер, и даже телеведущий в какой-то мере? Ну, конечно, деньги я зарабатываю как бизнесмен, но кроме денег, наверное, есть другие составляющие. Если как личность, как самовыражение, конечно, больше всего я самовыражаюсь в стихах. Мне нравится писать сказки для детей. Я беру такие сказки, как «Золушка», «Русалочка», «Снежная королева». И, обращаясь к оригиналам, к тому же Андресну, братьям Гримм, я доискиваюсь до их глубинной сущности, потому что в сказках заложены, знаете, фундаментальные истины. И эти сказки, вообще говоря, невозможны без Бога. Так получилось, что эра коммунизма, она из сказок, из той же «Русалочки», и из той же «Снежной королевы», они убрали понятие Бога. А вот если прочитать это в оригинале, по-английски, конечно, Андресен – это писатель голландский, я не говорю, что я прочитал в оригинале по-голландски. Переводные на английский язык, все равно, там было очень много божественного. Это и Герду, и ангелы спасали. И вот я попытался в своих произведениях именно восстановить справедливость того, чего не хватало. Ну, кроме этого, так получилось, что я пишу и стихи. И стихи более серьезные, про святых. Есть стих про Георгия, моего великомученика. Есть стих «Вера, надежда, любовь». Меньше работаю в прозе. Как ни странно, многим кажется, что проза легче. Нет, проза для меня идет тяжелее, потому что там нет права на ошибку. А в стихах есть? А в стихах, там даже и у Пушкина, и у Лермонтова, для того, чтобы была рифма, и немножко меняли, где-то ударение меняли, где-то правописание меняли. Знаете, и поэтому... Самый распространенный пример – это пламень. Но это уже вошло в русский язык. Где-то, получается, понравилось, вошло. Это вошло в русский язык, потому что, как, знаете, говорят, поэт же он не столько сочиняет, сколько настоящий поэт вспоминает. Вспоминает, потому что это как будто бы стихи, которые уже существовали. Во всяком случае, если мы Евгений Онегином берем вот эту совершенную форму, невозможно же представить то время, когда этого романа в стихах еще не было. Но вместе с тем Пушкин его создал. Создал или записал то, что ему было послано свыше. Понимаете? При том, что прилагал к этому колоссальный труд. Если посмотреть его «Черновики», как много там вариантов исправлений, какая-то вообще кропотливая была работа, которой было посвящено огромное количество времени. Сколько лет. Эта поговорка такая была в свое время. «Приличный человек не может прожить жизнь без Достоевского». Да, вот и Пушкину скажите. Хороший. Хороший, да, действительно, аргумент. Поэтому вопрос, кем я себя ощущаю, это сложный вопрос. Во-первых, наверное, все-таки я себя в первую очередь, последние семь лет, в первую очередь, ощущаю себя христианином, православным христианином. Как-то это пришло не сразу. Я покрестился в 27 лет, а вот так, чтобы уже свою жизнь все чаще и чаще сверять именно с заповедями Божьими, это, наверное, пришло вот после 40-ка. А вы тогда, когда покрестились, вы уже бизнесом занимались в то время ведь? Да. Да, я начал бизнес сразу после физтеха, я закончил МФТИ. Из физиков в лирике в итоге? Ну, как-то вот все-таки из физиков сначала в бизнесмены. Я все-таки этот себя крест не снимаю. Это серьезный крест. Это завод «Руссельмаш». «Руссельмаш», я совладелец. Естественно, мы сегодня проводим реконструкцию завода, ставим и новые модели комбайнов. И сегодня, в этом году, трактор будет из Канады. Новая модель ставится. И этот, значит, миссию... Ну, как картинка с выставки. Я часто бываю на различных сельхозпредприятиях, ну, по крайней мере, рядом с ними оказываюсь. Вижу там огромное количество каких-то новых сельхозмашин. И мне кажется, что это, ну, что-то такое импортное. Потому что наши вряд ли бы такую штуку могли сделать. Потом я покажу его с другой стороны, посмотреть, что же на нем написано. Написано на нем «Руссельмаш». Ну, спасибо за комплимент. Сегодня наша техника не уступает аналогам и по наработке на отказ, и по основным параметрам, кроме цены. Цена у нас благодаря курсу доллара и благодаря тому, что мы в России в два-три раза более конкурентоспособные. Юрий Викторович, а можно задать вам личный вопрос? Вернуться к этой теме, когда вам 27 лет, и вы принимаете решение, что нужно креститься. А почему вдруг? Как это так? Это же... Ну, мне кажется, что это же ведь и есть самый такой интересный, может быть, такой трепетный момент, очень личный. Вы меня простите, если я в какую-то тему внедряюсь, куда лучше не стучаться, но извне. Но это было бы очень здорово, как такое свидетельство, что... Знаете, очень простой у меня путь был к вере, поэтому мне было два этапа, может быть, 27 лет и вот 40 лет. Первый путь просто... У нас три партнера в бизнесе. Это Дмитрий Александрович Удрас, Константин Анатольевич Бабкин. И вот брат партнера Бабкина, Константин Анатольевича, ушел в монахи. И часто приезжал к нам, часто над нами посмеивался. Говорит, какую-то ерунду занимаетесь, какие-то деньги считаете. А мне было с ним интересно. Ничего себе, вы крупным бизнесом занимались. Он говорил, что это ерунда. А мы над ним посмеивались. Что-то там ходишь, там нищий, там, и что-то непонятно. Вроде закончил МГУ, физфак МГУ, а подался в монахи. Ну, в общем, нормальная такая ситуация. Да, и мы друг на друга посмеивались, потронивали как-то вот. И вот так вот я и пришел к вере. Потом я стал более серьезно к каким-то вопросам относиться. Он такой был очень серьезный. И в итоге я сказал, отец Мефодий, или Михаил, отец Мефодий, покрести меня. Он говорит, нет, подожди. Ты вот прочитай Библию, Евангелие, выучи, отче наш, походи в храм. Я говорю, а как же, я не крещеный, пойду в храм. Ничего, постой там в уголке, понравится тебе. И вот это такое испытание длилось полгода. Я полгода этим занимался, прочитал Евангелие, выучил. Ну, отче наш, какие-то Богородицы, самые основные молитвы. Походил в храм, и потом как-то само собой получилось, что я принял святую крещение в 27 лет. Само собой. Ну, вообще-то, вы знаете, ведь это же такое время было, когда решение совсем нетипичное для молодого человека, который занимается бизнесом в 27 лет, и в то время, когда, ну, такие лихие деньги, что ли, в стране, и все так легко и просто получается, и вообще море по колено. И ощущение, что ты стоишь на вершине мира, и что тебе все доступно. И вы в такой ситуации, понимаете, ведь мне кажется, что такие вопросы, они возникают, когда есть какой-то запрос внутренний. Ну, наверное, я попал, вот это, наверное, был 97-й год, может, 96-й. Как-то для меня это легко прошло, этот вот процесс. Ну, наверное, я правильно приготовился. А потом много делается по молитвам. Слишком была сильная молитва вот этого человека, отца Мефодия, брата моего партнера. И он реально, вот я сейчас это понимаю, что по молитве другого человека, а если он как бы и не родственник, и просто знакомый, а искренне молится, серьезно, это очень много может сделать молитва. Ну, если вот вернуться, может быть, к моему творчеству, чтобы примерно, вот я изложил 10 заповедей в стихах. Если разрешите, буквально вот я представлю, как это было. Написалось буквально за 10 минут. 10 заповедей. Не укради и не блуди, отца и матери почитай, в храм Божий чаще приходи, добра чужого не желай, верь только в Бога одного, чье имя в суе не болтай. В суде не лги ты ничего и никого не убивай, себе кумира не создай, живи, молись и созидай. Вот так вот у меня 10 заповедей легли в стих. После того, как я пообщался с Пётром Николаевичем Мамоновым и посмотрел фильм «Остров», я сел в самолет, и, наверное, минут 15-20 этот стих родился, я его ниоткуда там особо не вымучивал, там легла рифма. А почему я стал общаться с Мамоновым, Пётром Николаевичем? Потому что мы проводим кинофестиваль, семейное кино «Вверх» в Ростове, и пытаемся найти хорошие отечественные фильмы, семейные. И, наверное, большая проблема, что таких фильмов в этом веке, хороших, именно семейных, становится, мягко говоря, мало. Даже фильм «Остров» трудно назвать поистине семейным фильмом. Он хороший фильм, понятно, что он нравственный. Но он просто другого жанра. Это, скажем так, семейное кино – это же всего лишь одно из направлений в хорошем качественном кинематографе, которое может быть. И там, пожалуйста, «Остров» – это фильм «Поиск». Мне кажется, это про поиск, про что-то очень важное, про встречу человека с Богом. Это не обязательно должно быть семейное кино. Это может быть просто фильм, на который человек приходит там либо со своими любимыми людьми, либо приходит сам и с вопросом, с каким-то внутренним вопросом, очень важным к себе и к Господу Богу. То есть это же не обязательно должно быть именно так, что вот обязательно всей семьёй построились, взяли детей, даже если не хотят, и всех повели. А что такое семейное кино вообще? Ну вот, например, в советском понимании семейного кино, мне кажется, что есть какая-то классика, которая осталась, и я думаю, что останется уже на века, по крайней мере, у нас в стране, операцией, ну какие-то гайдаевские комедии, например, да, но ведь никто же не может их объединить в том, что они не семейные. А вот сейчас есть такие фильмы? Ну вот мы проводим фестиваль семейного кино «Вверх», именно с той целью, чтобы подчеркнуть, что таких фильмов мало. Нужны они или нет? Наверное, вопрос однозначный. Нужны. Потому что это одно из хороших мероприятий, что может сплотить семью. Совместный просмотр фильма. Либо поход в кино, либо как-то вот у экранов телевизоров. Таких фильмов мало. Часто фильмы такие, где время от времени хочется отвести глаз от экрана и хочется сказать своему малышу, так, а вот здесь сходи принеси бутерброд с кухни. Все понятно, что я имею в виду. Фильмов мало. Но мы находим, пропагандируем. В этом году у нас было 10 фильмов представлено. Если я вам скажу название, вы ни одного этого фильма, скорее всего, не видели. Это другая проблема. Есть хорошие фильмы, семейные, детские, но до конечного потребителя они сегодня не доходят. Вы говорите, что не доходят до широкого зрителя определенные фильмы, важные, которые, наверное, многим хорошо было бы посмотреть. Но почему они не доходят? Может быть, в них заложен какой-то, ну, скажем так, религиозный посыл, что кому-то может показаться в корне неверным. Если мы говорим о семейном кино в широком понимании этого слова, то это, наверное, фильмы, которые должны быть интересны всей нашей многонациональной, многоконфессиональной стране. И они еще должны соответствовать той планке мастерства, которая все-таки необходима для того, чтобы мы говорили о качественном кинематографе. Это тоже важно. Теперь мое мнение. Разрешите? Конечно. Я как сельхозпроизводитель, машиностроитель, ситуацию хотел бы сравнить именно с машиностроением. Если бы 10 лет назад или 15 лет назад мы так же бы, как вы рассуждали бы по легковым автомобилям, то у нас бы сегодня не было бы ни Жигулей бы не было бы, ни Газели бы не было, ни Камаза. Потому что, конечно, любая иномарка, Toyota, Mazda, они лучшие, качественные, и им проще. Поэтому мы что сделали? Очень умно. Мы загородили пошинами рынок отечественного автопрома. И поэтому сегодня у нас есть Жигули, есть Газель, есть Камаз. Они уазики, патриоты. И они есть. Потому что мы загородили пошинами. А качество? Качество. Да, это же главный вопрос. Нет. Внимание. Если мы говорим о... на рынки приходят, кроме качества, еще есть цена. Цена и качество. Понимаете? Ну, вы говорите, как производитель, а я в данном случае, как потребитель. И я, как потребитель. Вот вы когда приходите, вы иногда спрашиваете, а сколько это стоит? Вот не как здорово? Нет. Вы знаете, я как женщина даже спрашиваю, не сколько это стоит, а что мне с этим делать? Что я с этим буду делать? Если я это буду... Если это будет у меня, то что я с этим буду делать, если что-то случится? Вот Алла, к примеру, если что-то случится, она же не полезет под капот, она же не будет крутить гайки, а где-нибудь в 300 километрах от Москвы встанет на обочину и не будет понимать, что происходит и к кому обратиться. Тем не менее, несмотря на протесты по качеству, Россия сохранила завод Автоваз, завод УАЗ, завод ГАЗ, они сохранены благодаря именно пошинам. Хотим мы этого или нет? Конечно, потребители говорят, мы хотим дешево и качественно, но потребитель, он ходит на работу, и он ходит на работу на заводы российские, понимаете, замкнутый круг. Не только, у нас сейчас много зарубежных заводов открыли свои филиалы в разных регионах. Потому что им выгодно пошины, и поэтому мы заманиваем, создаем условия для той же Тойоты, для того же Форда, создавать продукцию в России. Вот та же самая ситуация должна быть в нашей киноиндустрии. Сегодня мы полностью, полностью открыли рынок импортным мейджорам Голливуду, ну, и их... Да, но это не вчера произошло, это уже 30 лет почти. Франция, почему Франция сильна киноиндустрия? Потому что они поняли, во-первых, что это нужно. И сейчас вообще стоит вопрос, а нужно или нет вообще киноиндустрия в России? Ну, смотрите советские фильмы. Бриллиантовая рука, там, неловимое приключение, мстители. И всё, и не нужна киноиндустрия. Вот вопрос, наверное, может быть, к вам, нужна она? Нужно вообще советское киноиндустрия? Да, но, и вот здесь я, ну, не то чтобы не согласен... Очень важно, кто пишет сценарий, кто снимает, кто стоит вообще во главе всего этого процесса. Я прихожу в кинотеатр и вижу, что половина фильмов из афиши, они наши, российские. Но тут вопрос качества. Насколько они смотрибельны, извините за это слово. Насколько их вообще можно показывать. Вот идут два фильма, они примерно по одному сценарию. Возможно, российский, это франшизный. Они один американский или английский, а второй наш. Они очень похожи. Но наш по всему не дотягивает. Я не говорю о том, что наше кино плохое. У нас снимается достаточное количество хороших, качественных фильмов. И их тоже показывают, иногда не показывают массовому зрителю. Иногда просто катают по фестивалям. Но при всем при этом массовое кино, которое доходит до широкого зрителя, которое с одинаковым успехом показывают и в Москве, и в провинции, оно, к сожалению, в 70% случаев просто до своих западных аналогов по качеству не дотягивает. Пока мы не поймём, что рынок киноиндустрии нужно защищать не просто чем-то, а именно серьёзными налоговыми барьерами, то ВОЗ будет и ныне там. А вы не боитесь, что просто хлынет огромный поток некачественного российского кино? Оно и так уже есть, а будет ещё больше. Всё будет, как в автопроме. Сначала это будет «Жигули», который ломается, но через 2-3 года будет некая финансовая подушка. Но ведь нет «Жигулей». Ну, просто тут дело просто не только в финансах. Здесь ещё вопрос в сознании, в том, что есть ли художнику что сказать. Идёт ли он каким-то путём своего поиска, или он какие-то другие вещи отрабатывает, занимаясь киноиндустрией. Вот это, мне кажется, важно. Вы сказали сейчас слово очень серьёзное. Киноиндустрия, понимаете? Киноиндустрия подразумевает то, что если человек что-то сделал, он должен получить обратно... Ну, вложил деньги, он должен получить деньги обратно. Тогда это будет индустриальный подход. Сегодня у нас остались только те люди, то есть энтузиасты. Энтузиасты, которые на одном энтузиазме против серьёзной армии, вот именно американской армии, серьёзной киноиндустрии, ну, это как вот биться, знаете, против танков стальных с помощью, извините, какими-то меча там. Да, ну, у нас в советское время тоже была киноиндустрия, ведь никто с этим не будет спорить. Она была и производилось огромное количество хороших фильмов, но при этом далеко не каждый был хорошим. И огромное количество фильмов о счастливом быте, да, как пел Шевчук, они, ну, честно говоря, просто вот вышли на экран, их показали по всем кинотеатрам Союза, и они канули в лету. И мы о них даже знаем только специалисты. Алексей, очень хороший пример, отличный пример. Вот если вернуться к советскому, к советской киноиндустрии, рынок российской идеологии был полностью, полностью закрыт от влияния Запада. Какой бы хороший фильм ни выходил, была и цензура, мы ее вырезали. И был, я думаю, лимит. Мы держали, наверное, 15-20% импортного. Потому что Советский Союз себя уважал и уважал будущее. Нет, там по другим причинам был лимит. Там нельзя было, так сказать, допускать западную пропаганду в сознание советских граждан. Поэтому там жестко были лимитированы очень самые разные проявления западной культуры. Но не в этом дело. Вы лучше расскажите о том, что происходит у вас на фестивале, и какие фильмы больше всего интересуют лично вас? Ну, вот меня как бизнесмена интересует, в принципе, подход индустриальный в этом вопросе. И я пытаюсь с помощью каких-то вот этих вот огоньков, каких-то вот этих вот всплесков искать хорошие фильмы. Я скажу, вот фильм, например, «Призрак» хороший, где в главной роли Семен Трескунов. Федор Бондарчук его снял. Конечно, есть такая вот серьезная личность, как Федор Бондарчук. Я думаю, фильм как-то вышел на окупаемость. Есть фильм другой, «Путевка в жизнь». Я думаю, вряд ли вы о нем слышали. Фильм очень хороший. Очень хороший, там в главной роли Илья Плисов студент или выпускник Суворовского училища. Сейчас где-то заканчивает Суворовское училище. Очень хороший, красивый фильм. Я советую всем его поискать, посмотреть. Еще раз скажу, «Путевка в жизнь». И вот у этого фильма проблема. Несмотря на то, что он очень хороший, собрал множество призов, он сегодня терпит убытки. Ну вот «Призрак» – это действительно хороший пример хорошего семейного кино, но ничего нового. Это тот же самый Голливуд. И в Голливуде Голливуд производит таких фильмов, как «Призрак», ну, десятками в год. А он неплохой, и тут не поспоришь. Но он ничего нового не сказал. Просто такая действительно хорошая семейная комедия с элементами драмы. Ну, вообще говоря... Актерский состав очень хороший. Ян Цапник, Бондарчук сам. Ну, я думаю, ведь... То есть, как я бы сказал, общество развивается по спирали, и мы к шедеврам, к тому же Гамлету, к тому же Лебединому озеру, к той же Золушке возвращаемся, возвращаемся. Экранизация, опять же, Анны Карениной. Понимаете, общество возвращается к тем же сюжетам, в этом ничего нет такого плохого. это нормальный. Я бы, наоборот, сегодня бы переснял бы, например, деловые люди о Генри. Я пытался показать чёрно-белый фильм. Моему сынишке не воспринимают. То есть, требуется индустрии по тому хотя бы переснять чёрно-белый фильм. Это да, это правда. Правильно. То есть, но они не будут востребованы, потому что сегодня хорошего российского кино, у него нет будущего. Как же вы так можете говорить, если вы занимаетесь кинофестивалем семейного кино? То есть, получается, вы занимаетесь тем, во что вы не верите? Разве так бывает? Я верю не в то, что... Я же говорю, что сегодня, при этом подходе сегодняшнем, нет будущего. Но я поэтому этим и занимаюсь. Я не хочу, чтобы у детского и семейного кино не было будущего. Ведь никто уже не помнит, откуда фраза «Боливарня выдержит двоих». Кстати, да. Неплохо бы тоже это переснять. Но тоже, кстати, снаряд же это о Генри, произведение. Но оно, если мы его снимем в России, это будут такие красивые российские актеры, красивый фильм. Здесь, в принципе, за некое интернациональное общение. Если это красивая история. Ну, просто она не должна быть черно-белой. Вот черно-белой, если включаешь ребенку. Хотя вот есть, конечно, сейчас... Мне кажется, это очень зависит от ребенка все-таки. Зависит. Я знаю детей, которым очень нравятся, например, черно-белые фильмы с участием Чарли Чаплина. Но просто родители занимаются этим, рассказывают, что к чему. То есть, ну, это зависит очень сильно от ситуации. А бывает так, что да, действительно, если в сознании у ребенка уже... Ну, другие, как это сказать... Стереотипы? Не стереотипы. Да нет. У ребенка какие там могут быть стереотипы в сознании? Они, если даже есть, то их легко разрушить или заменить на что-то иное. Или сделать так, чтобы они вообще не формировались, а человек рос со свободным каким-то мышлением. Просто я знаю случаи, действительно, когда детям нравятся черно-белые фильмы. Вот. И знаю, опять же, реакцию на то, когда раскрашивают старое советское кино, что по поводу этого пишут, например, в соцсетях. И всякие едкие замечания. Вот у нас, как у завода «Русельмаш», есть лагерь на Черном море в Геленджике. И поэтому я имею возможность, как говорится, тестировать или спрашивать у пионеров. Если нет пионеров, то есть возраст пионеров – это детей от 10 до 14 лет. Что им нравится? И какие фильмы они готовы смотреть? В основной массе старые черно-белые фильмы мы в лагере показывать не можем. Это будет... Ну, скучно. Люди будут уходить, будут ругаться. А с лекциями, если это перемежать, с какими-то комментариями, чтобы человек увлекательно об этом рассказывая погружал детей в эпоху, чтобы они фактически становились свидетелями того, как зарождался и развивался кинематограф. Это же вот как... Не знаю, мне кажется, это очень здорово можно сделать. Ну, можно пытаться. Можно пытаться, но... И таким образом формировать вкус к этому кино. И черно-белому в том числе. Это же целая эпоха. Я буквально вчера досмотрел маленький мини-сериал российский. В 2014 году, по-моему, он вышел. «Переводчик» называется. Я где-то по телевизору увидел фрагмент этого фильма 8 мая, вот перед Днем Победы в этом году. Потом долго искал, нашел. Называется «Переводчик». И вот я его посмотрел, и мне стало грустно. Фильм... Мы сейчас не будем обсуждать его художественные достоинства. По мне, так неплохой. Но мне стало грустно от того, что это, наверное, последний... Конечно, не хотелось бы, чтобы он был последним, но последний фильм, где немцы показаны людьми, где там показан немецкий характер немецких солдат, где они в качестве действующих персонажей выступают. И у меня есть ощущение, что наш кинематограф в этом отношении откатывается до 68-му году. В 68-м году, я напомню, вышел фильм «Служили два товарища», где впервые белые офицеры были показаны людьми, а не просто вот такой безликой массой. А потом через два года вышел «Бег», где тоже белые офицеры были представлены как люди. А потом стали выходить фильмы, где и немцы, где начали показывать великую отечественную с немцами, с человеческими характерами. И вот у нас в студии был Игорь Угольников, я ему задал вопрос, могут ли, по его мнению, в фильмах враги быть показаны людьми. Вот он почему-то на него не ответил. Вам не кажется, что вот у нас тенденция печальная в кинематографе наметилась, когда есть мы, а есть враги, и враг, он не может быть человеком? Ой, ну я хорошо знаю Игоря Угольникова, видел его Брестскую крепость. Вот там нету образа. А он про другое просто, Леша, этот фильм, мне кажется. Там нет образа, там немцы, некая безликая масса. Но вообще говоря, сейчас в России, мне кажется, не хватает именно фильмов патриотических. Мне фильм «Брестская крепость» очень понравился. Я потом посмотрел его с «Сынишкой» 11 лет. Да, это «Кровавая месила». Но ведь так и было. Понимаете, фильмы, они в отличие от, извиняюсь, комбайнов, они должны воспитывать. Они не просто должны быть качественные, они должны воспитывать. И одна фраза из кино, удачная, может сделать из человека героя. Мне кажется, комбайн может воспитать человека в том плане, когда я как житель города, безусловно, приезжаю куда-то на периферию и вижу, как ваш комбайн, кстати, идут по полю новые. И у меня как раз вот это чувство патриотизма внутри вскипает гораздо сильнее, чем когда я вижу, простите, ту же «Брестскую крепость». Ой, ну фильм «Брестская крепость» я не могу ругать. Не будем сейчас обсуждать тоже. Это реально один из моих любимых. Я бы тоже встала на защиту этого фильма. Ну, мы о другом. Я как пример привожу. Возможно. Я просто говорю о том, что когда я вижу, как идет комбайн наш, отечественный, вот тут у меня главное, чтобы еще были предприятия, были колхозы, были сельхозпредприятия, которые бы закупали вашу технику просто по факту сосуществования. Ну, для этого нужно защищать бизнес. Ведь те же были проблемы и у нас в сельхозиндустрии, когда государство необдуманно, вот последние 3-4 года, 5 лет назад, оно запрещало импорт зерна. То есть, если вдруг неожиданно у крестьян в один год перепроизводства, то есть вместо 100 миллионов тонн, мы соберем, например, 150, тут государство говорит, о, а мы вывоз зерна запрещаем. Нам удалось с помощью некого лобби в мозги вселить, что если у крестьян удача, значит, надо ее разрешить, реализовать, не обкладывать дополнительным налогом. То же самое в кино. Из 10 фильмов один удачный, это везде, это и в Голливуде так. И вот этому удачному фильму нужно помогать. А для того, чтобы он появился, необходимо, чтобы была определенная среда, в том числе и среда кинематографическая. То есть это поле, которое нужно этим заниматься. Его нужно защищать. Я почему так еще в теме, потому что один из моих проектов, это я делаю мультфильм. Как раз очень хотелось бы, чтобы вы рассказали об этом проекте. Петр Феврония, это, знаете, тоже такое. То есть у нас замечательный есть пример мультфильма «Серафима», о котором мы неоднократно в нашей студии рассказывали. И приходил к нам продюсер этого мультфильма Игорь Мещан, рассказывал о том, как он сам лично трепетно относится к созданию этой истории. И как он каждый раз... То есть мы у него спрашивали, а вам не надоело смотреть этот мультфильм? Вы его уже 10 раз видели. Он говорит, вы знаете, я каждый раз эту историю проживаю заново. Это такой феномен, я не знаю, ну как создателя, что ли, человека сопричастного к вот этому творческому процессу. Расскажите, как у вас. Вот вы создаете мультфильм или под вашим началом создается мультфильм. Что это такое? Да, мы создаем мультфильм с рабочим названием «Петр и Феврония». Возможно, название будет меняться в угоду кинопрокатчикам. Мы сейчас думаем, может, это будет «Муром», история Петра и Февронии. Может быть, это будет вообще «Петра и Феврония. Битва со змеем». Точно еще пока не определились. А почему битва со змеем? Ну, там же есть эпизод, когда... Ну, да. Ну, то есть, это он будет выделен как бы в главу угла поставок. Змей у нас... Вот мы хотели, чтобы был... Это маркетинговый ход. Нет. У нас был Петр и Феврония. Он как темная сила. Знаете, вот он все время как-то вот на первый план вылазит. Тут, там, вылезет на первый план. Мы его обратно засунем. В итоге, первое у нас... На первых кадрах, секундах мультфильма выскакивает именно змей. Вот так вот. И в конце тоже змей. И все прирочено именно к битве со змеем. Потому что ведь вся наша жизнь это отчасти битва с таким духовным, невидимым змеем. И делая этот мультфильм, вы знаете, мы по-новой пережили всю историю, которую нам рассказал монах Еразм о Петре и Февронии. Мы ее по-новому пережили. Группа часто была на мощах в... В паломничестве, в смысле, ездила? Да, в Муром. В съемочную группу. Да, в съемочную группу. Делаем мы мультфильм очень долго. А сколько уже идет производство? Мы делаем его, извиняюсь, 7 лет. Ничего себе. Это вы стремитесь к Юрию Норштейну, наверное, который сколько? Он уже лет 20, наверное, занимается шинелью. Больше, больше. И внимание всего мира приковано к тому, что же это за феноменальная работа такая. Она такая и есть, безусловно. Дети, которым вы готовили этот мультфильм, уже школу заканчиваются. Ну, страна у нас поменялась, мягко говоря, за эти 7 лет. Но хочется, чтобы она поменялась в лучшую сторону. Но главный режиссер Юрий Львович Кулаков, который сделал очень красивый мультфильм «Князь Владимир». И он тоже примерно 6 лет делал, потому что человек очень основательный. Здесь, вот если мы сравним Серафиму, там Святой Серафим, он ближе к иконному образу. То есть он сошел как бы с иконы, повел Серафиму и вернулся. Вот со святыми в мультфильме работать очень сложно. У них есть свой характер. Они вот так вот просто, к ним не поступиться. Особенно было тяжело найти образ Феврония. Скажу честно, только через 3 года мы нашли какой-то примерный образ. Я подписал документы, что вот отличная Феврония, после этого образ именно Феврония 10 раз поменялся. И то, что вот... А из-за чего, вернее, он менялся? Из-за того, что вот как-то вот она живет... Она уже живет своей жизнью, получается. И не нравится. Мы же тоже молимся. И мы видим, что не идут эпизоды. Не там вот энергетика. Группа очень глубоко к этому подходила. Конечно, я не художник. Мне понравился образ. Я прибегал на студию. И что, где, где, где? А смотрю, они говорят, вот посмотри, какие красивые кадры. Вот давай вот немножко получше сделаем. И я говорю вот судьбе спасибо, что у меня хватило терпения не гнать и не делать кадры с неправильной Февронией. Конечно, я советовался с другими и продюсерами, и просто хорошими людьми. Много советовался. И мне все говорят, все говорили, что хорошая Феврония, но подожди, немножко поищи. То есть я старался не замыкаться в своем видении как бизнесмена. В этом плане я был не бизнесмен. А кто вы были в этом плане? Ну, это вот какая-то была такая, знаете, одушина. То есть бизнес, там, более жесткие подходы, а это все-таки творческий подход. Наверное, был, ну, созидатель, помощник. И мне, кстати, повезло, что мне государство денег в то время не выдало. Потому что ведь государство в лице Фонда кино, если дает деньги, оно строго по срокам спрашивает. И я сначала думал, что это очень плохо, что мне государство деньги не выдало. Даже, ну, как-то вот расстраивался. И раз мне Фонд кино денег не дал, то у меня не было ограничения по срокам. Не было вот этого домоклого меча. Потому что там обычно за два года нужно сделать продукт. Извиняюсь, что именно продукт. Потому что Фонд кино – это такая вот больше коммерческая сущность. Ну, не будем ругать. Есть Министерство культуры. Есть свои правила. Это факт. Ну, домоклов меч или агриков меч, которым вы занимаетесь в Петре и Февроне, это все-таки разные вещи. Хорошо, что есть возможность искать. Тем не менее. Мне кажется, для художника вообще очень важно, чтобы была эта возможность. Искать, чтобы ему давали такую возможность. Да. Кстати, вот раньше, я думаю, все-таки при Советском Союзе как-то в этом плане было художникам проще. По крайней мере, они не думали о сбытии. То есть кинотеатры брали фильмы. Вот, например, возьмем фильм «Чучело». Ну, такой фильм остросоциальный. Но его посмотрели все, а потом я лично писал сочинения. Стало быть, все школьники писали сочинения. А сколько фильмов легли на полке, извините. А сколько фильмов не были сняты. А сколько художников не смогли реализоваться. Вспоминаем замечательный проект Олега Нестерова. Да, совершенно верно. Называется «Из жизни планет» о четырех неснятых фильмах великих наших мастеров, которые... Один из них, правда, так мастером и не стал. У него жизнь трагически закончилась. Но про него говорили, что Тарковский из-под влияния вышел только через 20 лет. И Шукшин. Это нормально. Это нормально, что в киноиндустрии есть какие-то фильмы неудачные, неснятые. Где-то, может быть, слишком заумные. Или фильмы, которые опережают эпоху. Вот у нас сегодня у продюсеров нет права на ошибку. Либо ты, как говорится, окупился, окупил производство. Либо ты... А назовите, пожалуйста, если это возможно, самый знаковый, по вашему мнению, фильм «Новая российская история», вот с 91-го года снятый. Российский фильм? Да. Для меня это «Остров». А в мультфильме это «Князь Владимир». Я когда увидел, оба фильма я узнал понаслышке. Мне его порекомендовали друзья. Сарафанное радио. Да, именно. То есть, кстати, и фильм «Остров» же, он в прокате провалился. А потом... Разве? У него же был... Наоборот, его же не предполагалось никакого широкого проката. И внезапно люди узнали об этом фильме. И заработало то самое сарафанное радио. И люди пошли, 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 пошли. Не провалился, но именно вот за счет сарафанного радио такой вот немыслимый успех. Потому что его знают сегодня все. Все его смотрели там по два, по три раза смотрели. Хотя такая очень церковная тема. Там монах какой-то полусумасшедший. Вот какой-то такой непонятный, неожиданный успех. Но он не провалился. У него бюджет 2 миллиона, а собрал он почти более 2,5. Поэтому это уже положительно. Мне кажется, что для нашего проката это неплохо. Наверное, смотрите, если вот вы смотрите, что он собрал 2,5, а бюджет 2, то из сборов нужно 50%, как говорится, то, что сборы кинотеатров вычесть. Стало быть, обратно киностудия получила миллион долларов. Ну, просто видите, это есть коммерческое кино, есть некоммерческое. Остров, мне кажется, относится ко второй категории. И плюс особенность тематики. Ну, прямо скажем, не самая трендовая. И вместе с тем все равно этот фильм, он просто получился, потому что там есть и момент честного поиска художника. И он талантливый. И там талантливый актер в главной роли и другие прекрасные актеры. И это фильм, которому люди поверили. Там нет какой-то елейности, там нет сусальности, часто присущей тому, что сегодня принято называть православным кино. А это, мне кажется, фильм, он есть такой, знаете, по-настоящему христианский, потому что там есть момент трепетной встречи человека с Богом. И это показано так, что этому веришь. Веришь и начинаешь тоже искать. Вот представьте, что вот этого фильма бы не было. Вот не было фильма Острова. Мне кажется даже, что Россия была бы немножко другой страной. Не будь у него этого фильма. Если позволите, Юрий Викторович, а мне бы хотелось вернуться к тому моменту, когда вам 40 лет, вы сами акцентировали этот возраст. 27, когда вы принимаете крещение. 40 лет, когда в вашей жизни еще что-то очень важное произошло, что развернуло вас немного в другую сторону. Вы сейчас, когда говорите, кто вы такой, прежде всего отмечайте, что вы православный христианин. Это существенно. Это вообще тяжело, мне кажется, быть христианином сегодня. Это не всегда просто. И тем более это, вы понимаете прекрасно, это большая ответственность, такие слова говорить. Как это произошло? Что это было? Ну, вообще тоже это довольно просто. Сама дата вот 40, она для людей такая необычная, даже старается 40 лет не отмечать. Принято говорить как о кризисе среднего возраста, об этой дате в жизни человека, наверное. Я не знаю просто, насколько это действительно так. У всех по-разному, наверное. Я вот даже, знаете, как человек, который работает как поэт, смотрю слова, и смотрите, есть слово 20, 30, 30, 5, 10, 60, и почему слово 40? Не 4 на 10? Кстати, интересно. Удивительно, да? Почему 40? А 40, либо это какой-то срок, либо уже человек как бы вот как-то вот возмужал, может быть, даже старик какой-то похожий такой, знаете, что-то новое. И вот открывается некая новая эра. Может быть, уже полжизни прожито. Такое, знаете, вот. Не знаю почему, но многие говорят, что вот это надо рубеж мужчине преодолеть. И вот я его преодолел вот именно вот, знаете, с большей, еще большим, ну, хочется, чтобы не слово, говорит, фанатизмом. С пользой. С пользой. Как-то получилось так, что меня позвали быть неожиданно партнер мой, неправославный. Попросил меня быть крестным отцом у дочки. И я вот как-то к этому отнесся. Я был, да, тоже крестным отцом, но вот тут меня что-то вот тронуло, поразило. И мне очень храм понравился, куда меня привело вот так случайно. И как-то вот священник понравился. И мне захотелось как-то вот быть побольше в храме, в церкви. Как-то вот и как-то снежный ком такой повалился. Что там, какие-то грехи я исповедовал. Мне больше не захотелось к ним возвращаться. Вот такой вот довольно простой тоже второй как бы этап жизни, может, второе крещение я пережил. А как в связи с этим жизнь меняется? Если это произошло, да, получается, вы, ну, уже немножко другое, чем раньше, условно говоря. Что в связи с этим меняется в жизни? Что для вас вообще сейчас главное, как для христианина? Ведь одно дело декларировать я такой-то и такой-то, а другое дело жить по тому, что стоит за этим словом христианин. Что для вас, может быть, самое, ну, радостное вот на этом пути, а что самое сложное? Ну, я постарался вот не отходить от заповедей Божьих. Там очень серьезная, есть такая простая серьезная заповедь. Седьмой день посвящай Богу. А о чем она говорит? Ходи в храм. То есть воскресенье с утра начни, я бы сказал, начни неделю. Потому что во многих странах именно воскресенье это первый день. Первый день. В Америке Санди, Манди. То есть воскресенье. И вот когда я стал, перестал нарушать эту заповедь, простую заповедь, вот и Господь мне вот открыл неожиданно вот такой вот талант, дар, творчество. Я почувствовал, что такое творчество. Когда вот я впервые написал поэму Петра Феррони, я не писал никогда стихов. И тут неожиданно вот я писал-писал и написал поэму о Петре Феррони и показал родителям, они удивились. Говорит, Юр, ну ты же никогда ничего не писал, как так получилось. Ну, говорю, вот такая родилась довольно, может быть, детская, может быть, легкая, может быть, такая. вот уже 50 тысяч экземпляров я раздал. И что приятное, люди, которые уже получали, приходят, говорят, Юрий Игоревич, подпишите, мы с радостью слушаем, читаем. Я-то имел в виду немножко другое. Зачем я это написал? Потому что в книжке приложено житие, настоящее житие, чтобы люди знали. Ну, в смысле, текст Ермола и Азма. Да, да, да. Именно вот. Мало кто знает. А ведь тоже это очень красивый текст. И если мы начинаем делать что-то угодное Богу, тоже тут заповедь такая, знаете, вот не упоминая имени Господа Бога в суе, но считаем, что мы сейчас эту заповедь не нарушаем, то я вот понял, что такое творчество, такое вот спускается на тебя облако, и ты уже в этом живешь, и тебе не важно, где ты находишься, то ли ты в самолете, то ли ты где-то там в очень некомфортной обстановке, но ты пишешь, пишешь, ну, лучше, конечно, быть там не на дискотеке, то есть где-то, конечно, в месте уединенного. А вот внутренний такой некий дискомфорт, он даже желателен, потому что если полный комфорт, то сразу спать хочется. Ну, или как-то вот должно быть немножко некомфортно. Мне нравится вот писать стихи, извиняюсь, часто летаю в самолетах и пишу стихи в самолете, потому что нету ни интернета, нет ни мобильной связи, нет ни проблем, как-то и спать-то не уснешь, все не очень комфортно. И вот очень приходят какие-то вот моменты, какие-то переживания, посещение храма, оно дает частоту переживаний. Может быть, возврат в детство. Поэтому мне нравится писать сказки. Кстати говоря, по поводу сказок, вы когда русалочку упомянули, я хотела вам задать этот вопрос. Дело в том, что сказка «Снежная королева», она-то уже более-менее нам возвращена в своем оригинальном варианте, в том переводе с датского, который ближе всего к замыслу Андерсона, а что касается русалочки. Мне кажется, эта сказка, понятно, что она в советское время выходила с купюрами, но она сейчас гораздо менее, наверное, вот в плане восстановления купюр, у нее не такая счастливая судьба, как у «Снежной королевы». А что там самое главное, в чем там христианские смыслы, которые вы для себя открыли, когда обратились к англоязычному, если не ошибаюсь текстом? Очень интересный вопрос. Перечитывал в оригинале русалочку. Там, конечно, сама русалочка, вопрос, такое, существо такое непонятное, но жители моря. И когда отец говорит русалочке о своем царстве, он говорит, вот мы после смерти становимся пеной морской. А вот люди с ними не дружи, они другие существа. Они после смерти, у них что-то происходит другое, чего мы не знаем. Этого не было при советское время. И в советское время почему все плакали? Потому что русалочка становится пеной морской. Когда она не смогла убить своего возлюбленного, она становится пеной морской. А у Андерсона Там такая безысходная тоска. Да. А вот смотрите, а тут... Эгоистенциальная в конце наступает, и не знаешь, что с этим делать. Да, да. А тут вот буквально последний абзац очень красиво. Русалочка умирает, ожидая стать пеной морской. Но сила любви ее поднимает, и вот эта сущность, которая, как мы называем, душа, у нее образуется душа, как у человека. И она летит выше моря, она летит к небу, к Богу. То есть... То есть она получает практически бессмертие, бессмертную душу. Она получила душу человека, и она улетает туда. То есть она стала человеком в чем-то гораздо более важным и существенным, чем... Искренняя любовь, и то, что она не убила, не послушалась сестер, которые продали какие-то свои ценные вещи, чтобы получить этот кинжал у колдуни. Она не послушалась, и душа ее стала бессмертной. Вот такой красивый финал, и когда я это прочитал, я по-новому переосмыслил всю эту сказку. Это действительно, вы знаете, как история про то, как один абзац меняет содержание всей книги. Существенно и понятно, почему сказка выходила в Советском Союзе с купюрами, но это же действительно переворачивает всю историю из безысходности вот этой тоски в какую-то перспективу вечности и радости в общем тоже. Но если позволите, еще есть сказка у меня «Огниво», там мне все детство не нравилось один момент. В целом сказка была потрясающая, но один момент мне не нравилось, когда колдунья, которая попросила солдата принести ему огниво из дупла, неожиданно спрашивает солдата «Где огниво? давай его сюда». А солдат говорит «Зачем тебе оно нужно?» И старуху это убивает. Вас это смущало? Меня это смущало. Помните Олег Даль? Правильно? Да. Он прямо секир башка за что? Почему? Я не понимал это с детства. И я пользуюсь того, что мне разрешено многое как поэту я чуть-чуть переделал. и просто спрашивает солдат «Что за вещица такая? В чем здесь смысл?» А бабуля говорит «Не твоего маня это дело?» И стала от злости раздуваться. Раздуваться, раздуваться. И лопнула. Лопнула, стала змеей. А итог-то все равно один. Ну, она сама от злости. Это разные вещи. Солдат здесь ни при чем. Это намного итогов. Во-первых, она не умерла. Она стала змеей. Неизвестно, что хуже. Во-вторых, это сделалось тут солдат ни при чем. Это от внутренней злобы. Мне показалось, это мягче, проще, красивее, добрее. Нет никакого внутреннего противоречия у меня. А для кого вы эти сказки переделываете, пишете? Ну, приходит вдохновение. Мне хочется переделать. Для кого я делаю? У меня сынишка растет. Вот одну сказку я ему посвятил. Это «Кот в сапогах». Там, в принципе, я ничего не переделал. Вот там все. Там просто очень красиво. Как кот обманул великана, сделался мышью, съел, ничего не переделал. А сынишку не делаете героем сказок? Сынишку? Ну, как Гайдар делал героем своего сына Тимура, как Драгунский делал героем своего сына опять-таки Дениса. Ну, если «Кот в сапогах», а моего сынишку зовут Костик, как бы кот, Костик, ну, как-то, я просто для него написал эту сказку. А остальные сказки я пишу просто мне нравится поднимать эти вот такие христианские истины. Мне нравится, вот, знаете, вот играет на тех же бортах самолетах взрослые дяденьки, тетеньки в игрушки компьютерные. Я раньше играл в шахматы, но как-то вот нету какой-то вот отдачи. А тут вроде бы тоже играешь со словами, играешь как бы так с ними, вроде бы что-то удается, что-то получается. А зачем, если это уже кем-то написано? Если это уже есть, какой в этом смысл? Что вы в этом для себя так находите? Ну, много что сделано. Как говорят, не изобретайте велосипед, а его изобретают, изобретают, он становится лучше, интереснее, и ну, это как некая такая, ну, вычитать что-то хобби. И в завершении нашей программы хотелось бы еще нашим слушателям рассказать, что Юрий Рязанов пишет песни, и вот на его стихи есть песни, и думаю, что в конце, в конце нашего эфира, было бы справедливо одну из этих песен поставить. Какую, Юрий? Ну, если мы вернемся к заповедям Божьим, есть такая заповедь, почитай отца и матерь своих. Мне очень нравится песня «Мама, мамуля, мамочка». Спасибо, вот она и завершит нашу с вами беседу. Напомним, что Юрий Рязанов, известный российский бизнесмен, совладелец завода «Россельмаш», поэт, продюсер, был у нас в гостях, Алла Митрофанова. Алексей Пичугин. Спасибо, и будьте здоровы. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова